Появляется постепенно и появляется у нас Аюрведа, говорит о том, что есть шесть стадий. Итак, первая стадия, она называется санчая или накопление санчая. Это то, когда мы потихонечку накапливаем аму в организме. Амы это токсины, это то, от чего все любят очень чиститься, но на самом деле не всегда нужно чистить организм от амы, потому что она не у всех накапливается. И так, когда человек накапливает слизь, вот в том примере, что вы кушаете каждый день на ночь, или же вы едите постоянно, то есть постоянно перекусываете. Допустим, вы позавтракали, через полчаса закинули одну конфетку, через другой полчаса выпили чаек с печенькой, потом съели мандаринчик, потом пообедали. То есть у вас постоянно вы что-то жуете. Это вот как раз то, что способствует зашлакованности организма. То есть никогда не нужно так делать, потому что в Ирведе рекомендуется, чтобы вы кушали раз в три часа, или же после того, как предыдущая пища переварилась. То есть когда предыдущая пища переварилась, появляется чувство голода, исходящее не из головы, а исходящее из желудка. У кого-то начинает урчать, у кого-то ощущение пустоты. То есть когда вы едите так, романа не будет накапливаться. Также очень важно, когда вы употребляете любой продукт, понимать, какое время года. К примеру, зимой не нужно есть большое количество бананов, потому что это увеличивает слизь. Когда жарко, не нужно есть большое количество цитрусовых, потому что это увеличивает питу, соответственно, разрушает огонь пищеварения. А когда, допустим, если у вас вата-конституция, не надо есть большое количество сырых овощей и так далее. То есть по продуктам, по дошам вы всегда можете прочитать в книге «Васант-Лада. Аэродическая кулинария». «Васант-Лад. Аэродическая кулинария». Он очень хорошо написал, сделал таблицы. Там практически все продукты, которые мы можем встретить, они написаны для увеличения и для понижения той или иной доши. И если после какого-то приема пищи вы чувствуете тошноту, тяжесть, это значит, что эта пища или неправильно приготовленная, или, соответственно, может быть очень старая, или же наоборот не подходит для вас. Поэтому, когда несколько раз подряд у вас случается то же самое, думаю, что самое простое – это отказаться. Потому что если вы на это также не реагируете, а начинаете пить с какие-то препараты для того, чтобы пища просто переварилась, то как раз и происходит вот эта стадия санчая. То есть это еще не болезнь. На этой стадии никакой человек никогда не пойдет к врачу и скажет, что что-то там у него где-то тянет и так далее. Обычно мы идем к врачам на четвертой, на пятой стадии, то есть когда уже ярко выраженное заболевание. Итак, можно выключить телефончик? И очень важно, чтобы вот на этой первой стадии, чтобы болезнь не переходила далее. Вы как бы соблюдали некоторые правила. В первую очередь, в основном, не нужно употреблять большое количество муки высшего сорта. Потому что мука высшего сорта – это в основном такая очищенная мука, в которой практически нет клетчатки, то есть она создает только слизь в организме. Поэтому всегда, когда вы печете, лучше всего использовать смешанные виды муки. Как я уже говорил, не надо использовать большое количество очищенного белого сахара и белой соли. И не нужно употреблять ежедневно глубоко прожаренную пищу. Это все, что приготовлено во фритюре, в том числе это различные самосы, покоры, картошка фри и сильно зажаренное что-то. То есть не нужно это есть каждый день. Обычно эти продукты всегда увеличивают слизь, они уменьшают огонь пищеварения, и они увеличивают вата дош. Для питой очень важно не есть большое количество помидор. То есть не то, что нельзя их есть совсем. Не нужно есть просто их очень много. И для всех дош не нужно есть большое количество, то есть пить большое количество цитрусовых фруктов, потому что цитрусовые – это всегда большая нагрузка на печень и на поджелудочное. И Вассант Лат, и многие другие аюрведические врачи, которые живут в Америке, они говорят о том, что европейцам, ну или, скажем так, белым людям, не нужно есть большое количество чили, потому что это может повлиять на разрушение всех трех дош. Очень важно и аккуратно быть с бобовыми. То есть фасоль и горох, они нужно есть постоянно. Очень важно, особенно это касается мутового гороха, для ваты дош никогда не нужно есть большое количество нутового гороха, потому что он самый тяжелый. И также для ваты не нужно есть сырую капусту. В принципе, это подходит и для питодоши, и для капли. То есть большое количество сырой капусты, как белокочанной, как брокколи, цветной, не нужно употреблять. Иначе она немножко меняет огонь пищеварения, накапливается вздутие, газообразование, и это может привести к каким-то заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Практически для всех дош не нужно употреблять очень сильно охлажденных продуктов. То есть едяные продукты не нужны никому, особенно во время или сразу после еды, потому что это всегда тормозит огонь пищеварения, и от этого наш желудочно-кишечный тракт как бы портится и меняет свою работу. Очень внимательно будьте с продуктами, которые относятся к разделу полуфабрикаты. То есть смотрите, что это такое, каким образом они приготовлены. Потому что с одной стороны каша, которая готовится за 1-2 минуты, очень удобно, но с другой стороны очень важно, чтобы это не было химически обработано. Сейчас, не знаю, как здесь, в Краснодаре, в Краснодарском крае, но в Москве появились такие пророщенные плющеные ячмень, пророщенные плющеные пшеница и другие злаковые, которые очень удобно и быстро готовить можно. Следующая стадия называется прокопа или стадия возбуждения. Это когда симптомы, на которые вы не обращали внимания, они перешли немножко дальше. К примеру, обычно, если человек на работе или на каком-то совещании, ему хочется в туалет, по-маленькому или по-большому, он себя сдерживает. То есть он сдержал себя сегодня, завтра, послезавтра, то есть как это постоянно происходит. И на каком-то этапе тело перестает давать такой правильный сигнал. И так как оно знает, что в принципе никакой реакции не будет. И, соответственно, мочевая кислота просто накапливается в организме, ухудшается работа почек, ухудшается работа мочеполовой системы. И потом на каком-то этапе мы вдруг узнаем, что у нас появился песок. Но песок – это как бы следующая такая стадия. Здесь говорится о том, что доши, которые вышли из баланса, они накапливаются в самых слабых частях тела. Потому что у каждого из нас, будь то по генетике, будь то кармически, есть какие-то системы, которые не самые сильные, не самые лучшие. И поэтому доши всегда, когда они выходят из баланса, они накапливаются в первую очередь именно в этих органах или в этих системах. У кого-то это может быть эндокринная система, у кого это опорно-двигательный аппарат и так далее. И, соответственно, мы тоже никак не чувствуем это заболевание, потому что это только небольшие изменения в пульсе. Но болезнь, она потихонечку нарастает, как бы нарастают доши, которые вышли из баланса. И следующая стадия, в которую эти доши переходят, называется просара. Это такая стадия распространения. Это когда доши непосредственно начинают воздействовать на определенные ткани. То есть мы потихонечку начинаем чувствовать какое-то недомогание, потихонечку начинаем чувствовать, что болит здесь, болит там. И по-прежнему не обращаем внимания, потому что обычно это не болезнь. Ну, к примеру, если вы утром встаете, у вас там болит голова, ну что, может быть что-то происходит, к примеру, в атмосфере упало давление. И мы принимаем там кто-то... Мы принимаем препараты боли утоляющие, и как бы идем на работу. То есть сегодня произошло, завтра, послезавтра потихонечку в виде сосудистой системы, отток жидкости может нарушаться, у человека может появиться остеохондроз и другие какие-то проблемы. Но мы просто, скажем так, таково наше образование, что мы не лечимся пока, но на самом деле ничего не болит. Хотя восточная медицина подразумевает всегда обратно, что очень важно, ну просто делать какие-то профилактические меры, к примеру, раз в неделю делать разгрузочный день, там раз в несколько месяцев делать какие-то небольшие очистительные процедуры для того, чтобы поддержать тело в порядке. Обычно есть определенные циклы ежедневно, когда те или иные доши могут выйти из... Ну, скажем так, доши набирают самую большую активность, и в зависимости от этого нужно принимать какие-то меры. С 6 до 10 утра обычно всегда преобладает капха. Поэтому не случайно в айрведе и в йоге всегда рекомендуется вставать чуть-чуть раньше 6 утра, ну, если у вас есть такая возможность, для того, чтобы чувствовать большую легкость. Потому что после 6, обычно у многих таких более чувствительных людей капха она будет преобладать, они всегда будут чувствовать небольшое количество слизи, может быть, потеря аппетита и так далее. С 10 до 2 часа дня преобладает пита. Это как раз такое самое активное время, когда лучше всего принимать обед, и самый такой более плотный прием пищи лучше всего вот в это время. И с 2 до 6 вечера преобладает вата. Это 3, как бы, таких цикла, которые происходят и днем, и ночью. И в это время, то есть, ну, если четко следовать, айрведе, то есть, рекомендуется прием пищи там в районе 6, может быть, 7 вечера, для того, чтобы она переварилась удачно до вашего сна. Но, тем не менее, в айрведе, конечно, есть очень много правил, которые не всегда возможно делать. Если вы их соблюдаете, то можно просто тратить на это, как бы, целый день. Еще очень важно обратить внимание на то, какие доши, в какое время года преобладают для того, чтобы делать, ну, принимать какие-то профилактические меры. Итак, сейчас осень, ну, уже как-то началась. В Москве, допустим, это более ярко выражено. Обычно осень, она всегда преобладает такими качествами, как сухая и легкая. То есть, вата доши всегда осенью потихонечку повышается. И к концу осени, обычно, у многих людей уже появится сухая кожа, уже будет немножко похрустывать суставы. И поэтому очень важно, как раз осенью, что говорится в Эрвеле, делать какие-то очистительные процедуры. Это поможет сбалансировать все доши, сбалансировать их на следующие, скажем так, полугодия. То есть, чтобы до лета вы провели в каком-то таком хорошем, здоровом состоянии. Сегодня утром снимался на Рузов ТВ. И там как раз была передача, посвященная антибиотикам. Ну, я немножко прочитал несколько последних исследований про антибиотики. На самом деле, дело в том, что в наше время большое количество врачей прописывают антибиотики, ну, как бы и направо, и налево. Иногда это совершенно необоснованно. И даже в России, вне педиатрии, в Москве, было сделано исследование о том, что, когда в стационаре, в госпитале лежат детишки, то прописанных врачами рецептов по антибиотикам на самом деле около 60-70%. При том, что необходимо было прописать всего лишь 5 или 10%. То есть, многие врачи просто не дают отчета, так как антибиотики считаются самыми сильными, они просто прописывают. Ну, это как раз осень, зима, это такое начало различных вирусных заболеваний. И поэтому многие родители, так же, когда к ним приходят педиатры, они просто, ну, так как педиатр все-таки это врач, они слушают их, и когда педиатр советует антибиотики, они как бы беспрекословно просто идут в аптеку, покупают эти антибиотики и дают своим детям. Имейте в виду, что ребенок до своего полового созревания, если он пропил несколько циклов антибиотиков, то обычно это говорит о том, что его микрофлора желудочно-кишечного тракта испорчена на многие-многие годы, иногда на всю жизнь. И всю жизнь пища будет плохо впитываться, чтобы он не делал при этом, потому что дело в том, что антибиотики, они, как известно, убивают и хорошую флору, и плохую флору. И так как иммунитет у ребенка формируется, первый такой этап это до 5 лет, потом с 5 до 13 лет и так далее, если в это время при каждом чихе или при каждом подкашливании ребенку давать антибиотики, то вы просто портите весь его желудочно-кишечный тракт, вы убиваете огонь, пищеварение и так далее. Поэтому очень важно давать антибиотики только в редких случаях. И человек, который изобрел пенициллин, он говорил, что на самом деле антибиотики это для того момента, когда есть выборы между жизнью и смертью. Ну и вообще изначально антибиотики были изобрены для того, чтобы бороться с сепсисом, на самом деле с ранами, чтобы они быстрее заживали, то есть чтобы войны Второй мировой войны быстрее как бы восстанавливались. Вот. Поэтому очень важно осенью, чтобы все болезни не кончались приемом антибиотиков, пользоваться на самом деле большим количеством профилактических средств. То есть, во-первых, принимать большое количество ягод, иметь варенье, для того, чтобы принимать витамины и так далее. Чтобы всю зиму вы, члены вашей семьи, были в хорошем как бы состоянии, здоровье. Зимой же обычно в природе увеличивается, в начале зимы увеличивается капха-доша, потому что большое количество облаков. Большой, ну скажем так, начинается холод, люди обычно чувствуют сырость на улице, потому что, ну, у кого как бы разная зима, в основном идет какой-то снег или снег с дождем, то есть такая сырость. И поэтому в это время всегда очень важно принимать какие-то теплые напитки. То есть, в буквальном смысле, постоянно пить или есть что-то теплое, для того, чтобы эта слизь, которая окружает нас, не накапливалась в организме. очень важно регулировать количество сна, то есть зимой никогда не нужно пересыпать, то есть обычно, это, как я говорил, 7-8 часов, и очень важно, чтобы пища, которую вы ели, не была приготовлена на масле продолжительное время назад. Смотрите, когда вы готовите на несколько дней, это на самом деле не самая лучшая идея, но особенно, когда вы готовите на ги несколько дней назад, и вы едите это в течение нескольких дней, то это еще хуже, потому что масло ги с одной стороны, оно обладает такими качествами, что оно улучшает огонь пищеварения, но когда вы принимаете какую-то пищу, приготовленную на ги в холодном виде, то оно ухудшает пищеварение, как такой кирпич положить в желудок. Поэтому очень важно, чтобы все, что вы приготовлены на масле, лучше всегда подогреться, то есть это лучше, чем есть холодное, потому что среди многих ем, существует такая концепция о том, что подогревать это плохо, но это не значит, что нужно есть холодное, особенно приготовленные ноги, через какое-то количество времени после приготовления, холодное еще хуже, чем просто подогреть. Просто всегда можно подогревать вещами, допустим, на водяной бане и так далее. Теперь следующее, что следует после зимы, это весна. Весна обычно, когда появляется немножко питы, для того, чтобы, скажем так, переваривать слизь, которая осталась в организме, под солнцем обычно тает снег, и в организме тоже происходят определенные изменения, которые очень важно поддержать. Весна – это также очень хорошее время для очищения банча кармы особенно, и для каких-то небольших голоданий, потому что это будет помогать налаживать обмен веществ. Может быть, какие-нибудь вопросы пока? Печень чистит весной. Можно? Вы задавайте вопрос. Вы сказали, печень чистит весной. Можно? Можно? Можно. Смотрите, всю пищу, которую приготовлено на масле, никогда не нужно не подогревать. Ее всегда нужно подогревать для того, чтобы есть теплая. Потому что что значит подогрев с точки зрения айрведы? Вы увеличиваете количество агнии, то есть вы помогаете ферментации тела потом переварить эту пищу. Когда вы едите холодную, это значит желудок, он должен это, образно говоря, подогреть, а только потом переварить. Когда желудок подогревается, выделяется различное количество микроэлементов, веществ, которые не нужно, чтобы они были. То есть у человека, когда он постоянно есть холодная, через какое-то время появляется повышенная кислотность, изжога и так далее, различные заболевания. если вы приготовили пищу допустим на день или на два, когда вы едите очередной раз, вы подогрейте. Лучше просто, то есть не всегда лучше подогревать на прямом огне, лучше на водяной бане, но как бы это нехорошая вероятность. Да. Я не слышал вопроса вообще. Витамины сохраняются в сушеных ягодах и фруктах или можно в мороженом употреблять, чтобы поддержать витамины. То есть вопрос, где лучше сохраняются витамины в сушеных ягодах или в мороженых. Но дело в том, что есть различные виды сушки и различные виды заморозки. На самом деле, если вы кладете в обычную морозилку в холодильник, замораживаете, то не очень большое количество витаминов сохраняется. Также, если вы что-то берете и сушите это под солнцем, то тоже не очень большое количество сохраняется. Есть такие продукты, называемые сублимированные. Сублимированные продукты, они очень... Это такая очень хорошая сушка, которая сохраняет наибольшее количество витаминов. На самом деле, сублимированные продукты продаются в большом количестве, но они почему-то у нас в России разрекламированы как продукты для туристов. А в сублимированных продуктах есть очень много ягод, полезных, то есть большое количество ягод и фруктов Это то, что очень хорошо есть зимой, потому что просто надо замачивать теплой водой и можно употреблять По поводу заморозки, ну зимой как вариант, это конечно выглядит то, что у вас, скажем так, то, что вы набрали, допустим, за лето и положили себе в морозилку Да, это лучше, чем ничего, но это не самый лучший вид заморозки Потому что мгновенная заморозка, она всегда лучше, то есть она сохраняет все микроэлементы внутри А правильно я понимаю, что в идеале пульсовая диагностика должна соответствовать викрике То есть если от рождения у тебя, например, ты пита, то в идеале, когда мы меряем себе пульс То для нашего здоровья должен лучше всего ощущаться как бы пульс, пульс какие-то соответствующие То есть вопрос такой, правильно ли вы понимаете о том, что наш правильный пульс, это не очень просто понял вопрос Я вам, я примерно понимаю, о чем вы говорите, я вам отвечу То есть самое правильное, это понимать, что такое сбалансированный пульс и поддерживать ваше декрити Или то состояние, которое у вас есть сейчас, просто чтобы эти доши не выходили Как раз вот про первые вот эти три стадии То есть если вы умеете их чувствовать и поддерживать, у вас никогда доши не будут выходить из баланса А если вы, ну как бы, многие просто не читали из книг, они начинают чего-то там викрити, спракрити соединять То есть это никак не связано с айрведом Это просто такая концепция, но на самом деле в айрведе очень много знания сакрального Поэтому надо от каких-то учителей получать его, чтобы понимать, о чем на самом деле веком-то речи отчаги Еще вопросы? Человек чувствует неплохо со здоровьем Пожалуйста, погромче, не слушайте Человек чувствует неплохо со здоровьем только на третьей стадии или уже на первой тоже вам что-то большое? На первой стадии это просто какие-то небольшие симптомы Они обычно никак не связаны с какой-то болью Это просто уточнение, допустим, там, тяжести Вот так То есть это уточнение первой стадии Просто на третьей стадии эта тяжесть, она просто уже становится постоянной Это, опять-таки, тоже не болезнь Это просто вот это ощущение неприятное Или, допустим, для гневного человека Он, у него как бы еще нет геморроя Но он просто чувствует, что что-то не так со стулом Там есть небольшие, может быть, кровяные выделения То есть это вот такое, это как развитие предболезненное состояние И обычно никто, ну, во-первых, врачи у нас не лечат от этого состояния Потому что болезней нет Если вы пойдете на какое-то обследование Там, допустим, сделаете МРТ себе Или сделаете УЗИ Болезней нету Но оно уже в пульсе будет ощущаться Потому что Доши могут выйти Это вот первый-второй день Когда я вам рассказывал немножко о пульсе Надеюсь, что кто-то чувствовал, что иногда Смотрите, вата, она по определению всегда холодная Пита она теплая И капха она тоже такая холодная Но бывает так, что пульс, допустим, под капхой он горячий Или под ватой он горячий Это значит, что Доши, они уже не на своем месте находятся То есть это еще не болезнь Это как раз то, что ведет к заболеваниям Вот так А вот вторая стадия, то чем отличается от первой и от третьей? Ну, то есть, как бы первая, это вторая А третья, я говорю, отличается, что, к примеру, если вы едите на ночь То первая, это такие иногда как бы неприотнощения Вторая, это такое более стабильное То есть, к примеру, из 7 дней в неделю Три вы уже чувствуете А третья стадия, это вы уже просто чувствуете каждый день У вас есть тяжесть Но вы пойдете к врачу, к любому И вам скажут, ну, сходите или к психологу, или к неврологу Потому что болезни-то нету, нечего лечить Потому что врачи у нас в основном лечат болезнь Они не лечат, не приводят в порядок здоровое состояние Вот так Еще вопросы? Итак, следующая стадия Тхана Самшрая Или стадия отложения Стадия отложения, это когда доши Они уже накопились в какой-то части тела Как я говорил, обычно это та часть тела, которая более-менее слабая у вас И они начинают потихонечку проявляться То есть помимо первых симптомов, которые у вас были на первых трех стадиях Например, вот тяжесть по утрам, допустим, несвежесть У вас еще прибавляется, к примеру, у вас постепенно начинает исчезать аппетит То есть обычно у вас при той несвежести был утренний аппетит А здесь вдруг его, ну, как бы, он исчезает То есть вы уже не хотите завтракать, а у вас аппетит появляется, допустим, к 12, к часу или еще позже Или же вы издерживали постоянно ощущение жажды И вдруг на каком-то этапе у вас организм переключился И вы перестаете чувствовать, в принципе, жажду То есть вам, как бы, комфортно, вы целый день ничего не пьете и здорово И когда кто-то говорит о том, что там надо пить полтора-два литра Вы думаете, какой бред, мне это нормально, мне и так комфортно Но на самом деле, дело в том, что без жидкости тело, оно всегда разогревается еще больше И происходят какие-то другие такие более глобальные изменения, которые влияют на какие-то другие факторы Поэтому вот эта стадия, когда уже есть начало болезни Но также вы не можете пойти к врачу, потому что любой врач, ну, он, скажем так, не может определить дож И он вам скажет, ну, ничего у вас в принципе не болит Вы когда, типа, заболеете, тогда приходите, я вас полечу Ну, или же многие врачи, как бы, неврологи назначают какие-то препараты Просто, чтобы человек немножко переключился со своей, якобы, проблемой Следующая стадия называется вьякта или клиническая стадия Это вот как раз время, когда можно спокойненько пойти к врачу И при обследовании у вас действительно обнаружат какую-то проблему Ну, к примеру, опять-таки, возвращаясь к этому моему примеру Что вы прекрасно наедаетесь на ночь У вас вдруг найдут, допустим, гнынички в горле Или увеличение немножко лимфатических узлов в горло Или действительно найдут уже гайморит или фаренгит и так далее Так как слизь в верхних дыхательных путях накопилась, она не переваривается Соответственно, теперь врачу есть что лечить И вы радостно будете лечиться Обычно, конечно же, при всем перечисленном вам назначат Какие-то небольшое количество антибиотиков Там 4, 6 или 7 дней Вот, и вы пропьете их У кого-то действительно пройдет проблема На какое-то время появится просто другая А кому-то это не поможет И вам скажут, давайте другие антибиотики попьем, другие и так далее Или вам могут дать капли, которые, если не гормонального характера Тоже сосудорасширяющие Которые якобы помогают, чтобы у вас не закладывало нос, не было сухости То есть здесь уже такие вопросы различные Все зависит от специалиста Кто во что гораст И обычно в иерудической медицине рекомендуется Что если вы дошли успешно до этой стадии То это как раз хорошая стадия для того, чтобы проводить такое полное очищение организма Причем не делать это выборочно Только для какой-то одной души А именно чистить, сделать панчекарму Обычно, как я говорил, это 21 и, так сказать, до бесконечности количество дней Ну, обычно 21 а-ля 45 Полностью панчекарму, на самом деле, сделать в домашних условиях практически невозможно Потому что есть процедуры, когда вам нужна просто помощь Помощь врача, помощь специалиста Дело в том, что, например, каждый из нас может делать себе самомассаж Но при самомассаже вы все-таки не расслабляетесь Вы как-то напрягаетесь То есть вам, допустим, нужно дотянуться до стопы Помассировать себе затылок и так далее А чем сам массаж отличается от Абьянги? Тем, что вы лежите, вы полностью расслаблены И с вами кто-то работает Соответственно, особенно если есть еще хорошие руки То только от этого вы расслабляетесь Есть также другая процедура, называемая Ширудара Я говорил, когда вы лежите на столе и вам на голову льют отвар Ее также невозможно сделать в одиночестве Потому что нужен какой-то помощник или помощница Которая подливает в этот сосуд теплые отвары, теплые жидкости Для того, чтобы все было, скажем так, успешно И так далее И также процедуры, которые такие сложные, это как вамана К примеру, в Айрведе в Аманной лечится хроническая астма То есть астма, в принципе, болезнь, которую в современной медицине, в принципе, невозможно вылечить Пациент начинает ходить спреем своего рода И постоянно раз в день или несколько раз в день, скажем так Прискать для того, чтобы снимать вот этот спазм Но как раз астма, она поддается лечению Тоже, конечно, зависит от того, какая стадия, сколько лет и так далее То есть постоянная склонность к бронхолегочным заболеваниям То есть, допустим, ежегодные пневмонии Или ежегодные построспиратурные заболевания Это все, что лечится в Аманной Потому что это самое эффективное для воздействия на верхние дыхательные пути И обычный эффект на несколько лет В Айрведе также нет такого, чтобы вы сделали один раз И на всю жизнь прошло Ну, поймите правильно, что Если, конечно, что-то в вашем образе жизни меняется, то да Но если вы живете так же, столько же работаете Столько же у вас нагрузки То вряд ли будут какие-то изменения Просто на несколько лет у вас такой запас энергии Такое обновление, регенерация А потом все может вернуться на круги своя И следующая стадия называется беда Это стадия осложнений Когда из просто заболевания это переходит в какие-то осложнения Ну, и осложнение, в свою очередь, потом переходит в какую-то хронику Как такового осложнения Обычно это уже болезнь, которую очень сложно терпеть И вы, конечно же, если вы на предыдущей стадии все-таки не пошли к врачу Потому что не зря на Руси говорят, что пока гром не грянет, Иван не перекрестится То есть мы обычно терпим всегда до последнего И когда мы идем на последней стадии То здесь уже все зависит от того, что за болезнь В какой части тела он находится Врач принимает какое-то более оптимальное решение Правильно оно или нет это решать самому врачу Потому что все зависит от специалиста Но очень часто в наше время, к примеру, когда появляются миомы Рекомендуют сразу пойти к хирургу, чтобы их вырезать Ну, и как бы не иметь проблем Или, допустим, появляются какие-то другие заболевания Также рекомендуется хирургическое вмешательство и так далее Смотрите, в Айрведе также на самом деле есть хирургия Просто это направление не очень развито Потому что когда в Индии Ну, такой чисто исторический фактор Когда в Индии Во-первых, Индия очень много раз захватывалась различными То она была под владычеством мусульману и так далее Но в итоге, когда в нее пришли англичане Это в начале прошлого или даже позапрошлого века Я уж не помню точно Вот, то они, в принципе, запретили это направление хирургии Потому что они принесли с собой аллопатическую медицину Та медицина, про которую мы знаем Она есть у нас в каждой больнице, поликлинике На английском она называется аллопатическая И так как там уже была хирургия, она более бурно и быстрее развивалась В принципе, хирургию в Индии запретили Поэтому, при том, что сейчас во многих университетах есть направление хирургии Изучают сушрут самхиту Но операции никакие практически не делаются Кроме как операции, связанные с какими-то сложно заживляющими ранами Или с геморроем Потому что в этом Айрведа действительно хороша Но все равно многие техники, они уже, так сказать, из прошлого века Вот, и поэтому, как бы, нужно всегда То есть у меня просто часто спрашивают Надо ли идти на операцию или нет Надо всегда, как бы, быть довольно-таки обоюдно Посоветоваться с несколькими специалистами Потому что такого нет, что Айрведы говорят Что нельзя делать никаких хирургических вмешательств Особенно, когда это необходимо Просто иногда, так как хирург, его специализация что-то вырезать Поэтому, когда вы идете на консультацию к хирургу Он, конечно же, вам скажет Ну, надо вырезать, и все будет хорошо Вот, но иногда это не решает никакой проблемы Вот, очень часто в городе встречающиеся проблемы с перегородкой носа У многих людей постоянно заложена одна или другая ноздря И, ну, люди идут к горло-носу Тот советует пойти к хирургу И те рекомендуют, если мы вам точно поменяем сейчас перегородочку Немножко поправим, то эта проблема уйдет И я смотрю этих пациентов по пульсу Там очень много слизи Я понимаю, что поменяете перегородку, не поменяете слизь Она все равно будет образовываться И даже если первые полгода или год у человека какое-то облегчение После операции, то потом эта проблема, она опять возвращается Потому что накопление слизи в организме, оно не связано с перегородками Оно связано с работой, с особенностью работы желудочно-кишечного тракта Там, ферментации и так далее Поэтому многие болезни не всегда нужно лечить только с помощью хирургии Есть ли какие-нибудь вопросы? Да? Вам оно не рекомендуется делать чаще, чем раз в год? Да, нет, один раз Просто дело в том, что вам оно, это процедура Это не просто вы выпили 2-3 литра водички И, скажем так, сунули два пальца, дотронулись до неба и вас вырвало Это вам оно, это процедура, в которой есть определенные стадии подготовки Вы специально подготавливаетесь Потом вы делаете вам оно, потом несколько дней еще восстанавливает То есть такой процесс Это не то, что в йоге, когда вы выпиваете 2-3 литра воды Это разное совершенно Да, это реже, чем прокшалана То есть, потому что вам оно, если вы будете делать постоянно То произойдет просто такое глобальное истощение организма Его потом ничем невозможно будет восстановить Что? Это вам оно? Нет, смотрите, давайте так Есть в йоге, как в йоге правильно называется, очистка, когда рвотное делает Кто-то вспомнит? Ну, наверное, вам оно, да Вот, вам оно есть в йоге Ну да, потому что санскритское слово, в принципе, вам оно Но что такое вам оно в аюрведе? Это, то есть, есть 3-5 дней подготовки Когда вам делают специальные массажи Потом, то есть, делают абьянгу, делают пропаривание, делают ширудару И иногда делают хардару Это такая процедура на сердце Делают рамочку Туда наливают масла Чтобы, опять-таки, слизь в организме потихонечку накапливалась И за счет этих процедур, чтобы вы расслабились максимально глубоко Это 3 или 5 дней происходит Вы следуете определенной диете И на последний день, на третий или на пятый, на ночь Вы едите большое количество сладосткового риса Обычно, там, какие-то сладости, которые вызывают непосредственно слизь Вот, потом, не пирожки, то есть, ничего мучного Потом, день ваманы, вы выпиваете Ну, классический вариант в Индии, как я говорил, это солодка с молоком То есть, там, пол-литра солодки и пару стаканов молока И все будет уже, как бы, хорошо То есть, у вас произойдет вамана Потому что сама по себе солодка такая То есть, здесь никаких трех литров, в принципе, нет Вот, и во время ваманы На самом деле, врач должен следить о том, как она происходит Ну, в буквальном смысле Ну, так вот, для врача это не то, что неприятно Просто вы следите, какая слизь выделяется Вы просто, там есть определенная градация слизи Когда полное тщение произошло Потому что, если, выпив солодки и молока, это не работает Вы продолжаете дальше Но это все только один день Потом, человеку дается на протяжении трех, пяти или семи дней Такая восстанавливающая диета Вот это то, что вам она И, ну, сделав ее один раз Вам, ну, в ближайший год вряд ли захочется ее делать Еще в эти пять-семь подготовительных дней Вы пьете большое количество масла Масло в основном это ги Ги с травами определенными То есть, это обычно ги с горькими вкусами И также ги с вяжущими вкусами Для того, чтобы также улучшить, как бы, работу слизистой И увеличить количество слизи Это вот аэроидическая ламана Я вам так очень поверхностно про нее рассказал Ну, а в йоге это немножко другое То есть, в йоге вы просто чистите слизистую ЖКТ То есть, выводится какое-то количество слизи Которая прямо в самом желудке находится Ну, как сказать, глубина процедуры совершенно отличается Йоговскую, да, можно делать там несколько дней подряд Но потом обязательно перерыв То есть, не нужно делать там чаще, чем раз в месяц Максимум, там, два-три дня То есть, это не та процедура, которая, потому что тоже Я слышал в каком-то направлении, когда люди начинают каждый день делать Если вы такое большая, плотная, то можно Но, опять-таки, это в итоге изнашивает организм Не очень хорошо А вот клинические, есть острая стадия болезни, есть хроническая Острая это пятая стадия по этой самой, по аюрведе Да А хроническая это шестая стадия, да? Правильно Острая это пятая, хроническая это шестая В чем вопрос? То есть, я просто хочу уточнить То есть, получается, острую мы же можем как бы вылечить А хроническую мы уже не вылечиваем, да? Ну, дальше идет такая градация, что есть болезни, которые Можно вылечить, которые можно поддерживать И которые для того, чтобы человек от нее не умер, надо просто, ну, постоянно, так сказать, усиленно поддерживать медикаментозно То есть, вот так То есть, смотрите, аюрведа, это не та наука Многие считают, что аюрведа лечит все болезни На самом деле не так, потому что в самой аюрведе написаны различные категории болезней Я вам, допустим, первый пример приводил Кармическая болезнь, да, хотя вы лечите, там, лучшие специалисты могут лечить Но пока не пришло время, человек просто не может вылечиться Это вполне нормально, так тоже бывает Да Вопрос такой, что можно ли восстановить слизистую носоглотки при продолжительном применении каких капель? Сосудов, суживающих капель Ну, и да, и нет, потому что надо экспериментировать Лучше всего при этом использовать такую Ану Тайла Ану Тайлан, это специальное масло Его делают в Индии Практически во всех аптеках в Индии продается У нас тоже в России, мне кажется, компания Амрит, я ее зарегистрировала или кто-то, я видел Вот, ну, по крайней мере, в интернет-ресурсах точно можно купить это масло И оно как раз смазывает и питает слизистую Просто его обязательно надо закапывать только в теплом виде Его лучше всего закапывать только с утра После этого там не нужно выходить на мороз И делать это продолжительное время То есть, согласно Айрведе, его, в принципе, можно закапывать каждый день Ну, как раз, чтобы слизистую привести в порядок лучше продолжительное время И всегда лучше начинать, допустим, не в то время, когда у вас обострение То есть, заложен нос зимой А лучше начинать, скажем так, с лета, может быть, с весны То есть, когда есть время, чтобы организм немножко пропитался Так, вопрос такой на листочке Вредно ли МРТ? Ну, смотрите, конечно, любые такие обследования, они вредны Но поймите правильно, когда вопрос жизни и смерти Лучше сделать МРТ, чем обнаружить через несколько лет какую-то опухоль у себя И просто от нее, как бы, вы обнаружили и умерли Это, наверное, хуже, чем просто делать периодически какие-то МРТ-обследования Меня часто спрашивают, правильно ли делать УЗИ во время беременности Нет, неправильно Но дело в том, что если у вас идет что-то не так И ваш гинеколог, то есть, в основном, конечно же, гинекологи рекомендуют Проходить УЗИ, как минимум, там, три раза во время беременности Если вы понимаете, что что-то не так Какие-то там неправильные выделения и так далее То в этом случае нужно обязательно сделать УЗИ Потому что вопрос жизни и смерти вашего ребенка Поэтому не нужно Просто я видел мамочек, которые, буквально, в смысле до фанатизма Не идут на УЗИ И, ну, как бы, иногда это заканчивается просто очень плохо Вплоть до того, что, ну, мать не умирает Ну, просто сейчас методики, которые дают Ну, просто очень долгое восстановление Поэтому никогда не нужно, скажем так Использовать какое-то знание или информацию в фанатизм Потому что ничего хорошего это не доведет Второй вопрос При ущемлении нерва Что может облегчить боль? Ну, если этот нерв связан То есть защемление произошло где-то на уровне опорно-двигательного аппарата Обычно вам нужно идти к специалисту Который называется или мануальчик, или остеопат Ну, или есть какие-то специалисты То, что вы не называется мармотерапия То есть пойти к кому-то, чтобы он вам его разжал Это такое самое простое решение Ну, просто не очень понятно, про какой методик Да, вопрос Болезни от неправильных поступков Таких плохих характера Это кармический механизм? Болезни от неправильных поступков Ну, конечно, это и в первую очередь и есть кармический механизм То есть вы получаете какие-то болезни Просто в аюрведе под кармическим механизмом Не всегда это обозначает поступки, совершенные в этой жизни Просто это может быть багаж, с которым вы пришли То есть, допустим, бывает так, что дети рождаются С какими-то уже врожденными хроническими заболеваниями И они всю жизнь как бы с этим Поэтому это вот как раз из этого раздела Такой кармический механизм А в аюрведе нам предлагается какие-то яги проводить Чтобы кармический механизм Да, в аюрведе мало того, что это рекомендуется Есть большое количество глав, в которых описывается Кому нужно поклоняться, как, когда То есть, потому что на самом деле все эти науки Айрведа, астрология Они очень тесно соприкасаются между собой Просто не всегда врач может знать все это Иногда он просто основывается на каком-то небольшом знании Это тоже работает Но глобально подходить, конечно же Там есть система В основном всегда речь о том, что нужно поклоняться Как сказать, высшему разуму То есть, божественному началу И есть различные рекомендации на эту тему А вот это родовой Это как генетические, да, современные церкви? То есть, как бы генетические болезни, передаваемые от родителей, так? Да А получается, они тоже там по карме приходят? То есть, как бы они, получается, схожи у этих два рода? Они схожи, да Есть небольшое различие Приходим к тем родителям, которые много Заслужили по карме, так? Да, то есть, ну, здесь как бы вы рождаетесь в каком-то роду И получаете болезни, которые именно в этом роду Конечно же, это, скажем так, своего рода кармическое Но есть, но кармические заболевания Это имеется, когда вы родились в семье И у вас появилась какая-то своя болезнь Которая только к вам относится То есть, допустим, ни у мамы, ни у папы, ни у бабушки, дедушки Не было такого никогда То есть, в этом и разница То есть, но мы всегда рождаемся в какой-то семье Именно по карме, да, то есть карма И поэтому мы приобретаем эту карму рода Там, карму страны и так далее, и так далее Да, пожалуйста, вопрос Руку поднимайте Пракшалану, если вы делаете умеренную Максимум раз в месяц То можно делать для всех дош Когда вы делаете ее чаще То вы можете вывести какую-то дошу Которая у вас более слабая Это надо рассмотреть Ну, в принципе, обычно, да Всем можно Ну, обычно, да Но просто надо всегда обращать внимание на заболевания Сердечные заболевания Насколько у вас это есть Есть ли какие-то проблемы Или заболевания вегетсосудистой системе Потому что не всегда все могут переносить эту процедуру Потому что она, ну, как бы, немножко сложная Это связано с какими-то ощущениями То, что будет потом То есть иногда, скажем так Ожидание того, что будет потом Человеку не дает возможность, допустим, совершить лампу Да? Я хотел просто спросить Вот дети с ДЦП Это и есть то, что вы сейчас перед этим говорили? Я перед этим говорил о шанкоперсколазме Да, да, это и есть кармические заболевания Вот, да А, извините Ничего не могу сказать Да? Что такое сублимированные продукты? Сублимированные продукты Это продукты, которые высушены с помощью вакуумной сушки То есть, ну, скажем так Взяли ягоды, поместили их в вакуумную сушку Они за секунду высохли То есть, нету возможности витамином погибнуть Они все там остаются И поэтому, когда вы заливаете их водой Примерно 80 градусов То они все, как бы, раскрываются Такой хороший продукт для зимы Ну, я, допустим, много лет уже подряд Зимой сублимированные ягоды А, это, ну, какая-то фирма упускает? В интернете надо просто посмотреть Много фирм Я думаю, что самое ближайшее К Краснодарскому краю Вот, Волгоградская область Там есть заводцы То есть, это делают несколько заводов в России Да Для улучшения зрения Что вы рекомендуете? Кроме гимнастики Для глаз, чтобы очки не носить? Ну, смотрите Я уже говорил о том Вот тут у вас такой вопрос А что сделать для того, чтобы не было вот того-то? Ну, потому что ухудшение зрения Это совершенно огромное количество заболеваний То есть, какое заболевание Что, когда оно произошло, сколько лет Это такой вопрос Его не нужно спрашивать на лекции Потому что вы хотите индивидуальный ответ А для этого мне нужно просто с вами пообщаться Наверное, минут 30, чтобы понять Что же за заболевание у вас С чем оно связано Когда оно произошло и так далее Да Пожалуйста, подробнее Что делать молодым мамочкам Если лактостаз или пластин Что он может по-другому посоветовать? Ну Есть много всяких советов Есть травы, которые помогают Ну, скажем так Правильную Правильной лактации Чтобы не образовывалось никаких Таких блоков и бляшек Потом сцеживание тоже В аэрведе на самом деле это используют Нет, сцеживание Ну, экстренное, что такое Что-то Приложить ребенка к груди Да Представляете, банально Так как вот Просто сейчас во многих Даже современные Модные всякие направления Там рождение в ванне, в воде И так далее Они в основном все Часто рекомендуют Если у вас есть к этому склонность Просто ребенка к груди прикладывайте Просто я знаю, что Ультразвук также разбивает эти блоки Все правильно Отлично Вы такая индивидуальная Вам надо дома иметь машину с ультразвуком Есть Ну, здорово Еще какие-нибудь вопросы, да? Вот Кровоточимость десен Что-то можно приобрести В аэрведе И, скажем, вылечить? Когда десна кровоточат В первую очередь Нужно убрать из вашего рациона Несколько продуктов Первый продукт Это гранат Его нельзя есть Потому что Всегда, когда десна кровоточат И вы едите гранат Невозможно это остановить Второй продукт Это грейпфрукт Или вот такие Очень сильно кислые Кислогорькие Цитрус Ну, там, лимон Еще есть Такой фрукт Похожий на грейпфрукт Не помню В общем А? Как? Помелу Помелу, да Помелу не нужно есть Вот И не надо Употреблять пищу Которая контрастная То есть нельзя, допустим Холодную Запивать горячим Или наоборот Это первое Второй этап Такой профилактики Вы каждое утро И каждый вечер Перед тем То есть после того Как почистили зубы Во-первых Зубная щетка должна быть Самая мягкая Потому что в магазине Есть мягкая Средняя жесткая То есть мягкая Вы всегда массируете десна Массируете десна Самым обычным Оливковым Или кунжутным маслом Обычно массаж Происходит таким образом Чтобы вы намачивали Указательный палец И большой И с обеих сторон десны Вы прям массируете Десну По там По несколько секунд Нижнюю Несколько секунд Верхнюю И оставляете Это небольшое количество масла На пару минут На десен Потом теплой водой смываете И третья процедура Она используется В Айрведе Совершенно точно Как раз Для различных Язвочек И для сдорожения Ротовой полости В том числе И кровотечения Десна Вы берете Утром То есть Когда вы почистили зубы Почистили язык Вы берете Примерно полстакана масла На самом деле Вы должны набрать В рот масло Для того Что оно заполнит Ваш рот полностью То есть Это как бы Сделает такой большой Большой глоток Но вы не проглатываете Это масло Вы набираете его в рот И ваши щеки От этого раздуваются Потому что масла много И вы просто держите его Во рту Я думаю Что это займет Примерно минут 5 Пока у вас не появятся слезы То есть Когда большое количество масла Во рту От этого появится Небольшое количество Слеза Ничего не делают Никак вы не болтаете Не проглатываете Ничего И после того Как слеза немножко появилась Или глаза наполнили жидкость И вы выплюнули Просто Раздражение десен Обычно Связано С дисбалансом Вата и лепита А как раз Когда вы Прибавляете маслянист То есть Эта проблема уходит Но это надо делать Некоторое количество времени Масло Кунжутное Оливковое Это не принципиально А подсолнечное Матокол Подсолнечное можно Да Чем укреплять волосы Чтобы они не выпадали Дело в том Что проблема С выпадением волос Обычно связана У женщин В основном Это с проблемой В эндокринной системе То есть В гормональном фоне Поэтому Вы можете Что-либо наносить На корни волос Конечно же В том числе И масло И какие-то цуки И шампуни Но пока вы не займетесь Своей гормональной системой Ну как бы Это выпадание Не прекратится Вплоть до того Что вы можете Сделать себе Операцию По Пересаживанию Корневищ Да Волос Что сейчас Такая модная Дорогая операция Но Они все равно Будут выпадать Вот Да А у мужчин То же самое У мужчин То же самое Да У мужчин Это связано Обычно С гормональной системой Когда очень сильно Повышена пита То есть Всегда Мужчину Питоконституцию Можно увидеть издалека Потому что у него Блеск на голове Вот Или по крайней мере На ее какой-то части Да И очень часто Мужчины Которые Ну как бы Много работают Серьезно заняты Большое количество Компьютеров У них появляется Седина Или лысина Это вот как раз Пока что пита Она в дисбалансе То есть на самом деле Эндокринная система Гормональный фон В дисбалансе Находится Да Проявление Проявление гневливости Хочется любить Любить в первую очередь Себя А потом Других Вот так Пожалуйста Еще вопросы Что бы вы хотели Еще услышать По аэродической Медицине Вот вы все пришли На лекцию Какие ваши ожидания Да Я вчера спрашивала Погромче Пожалуйста Вчера спрашивал Не успел получить ответ Мы говорили про то Что большая часть людей Капка Доши Это просто слизь То есть это не как Есть ли специалисты Которые могут точно Объявить капку Доши Есть ли специалисты Что? По пульсу Которые могут поставить Капку Доши Что это точно Капка А не слизь Там Ну такие специалисты Есть Да Почему нет Нет А Вопрос в чем Есть ли специалисты Я вам отвечаю Есть специалисты Да Знаю ли я таких специалистов? Да, я знаю, допустим, себя знаю Я точно могу определить у вас вата, пита или капса А вы принимаете? Нет, я не веду прием здесь, я веду прием только в Москве Еще вопросы? Что вы еще хотите? Не, ну смотрите, я могу просто определить пульс Но дело в том, что Вопрос, зачем, что вы с этим будете делать? Дело в том, что определить не только я должен Вы хотите просто определить, какая душа у вас Вам от этого станет легче? Отлично, для вас я это сделаю исключением Еще вопросы? Да Конечно, если вы научитесь определять пульс у себя То вы также можете научиться у других людей То есть, в принципе, для этого это и делается То есть в Айрведе, ну в Айрведе вообще считается, что врач он хороший Тогда, когда вы к нему приходите И он вам как минимум 60% ваших заболеваний может рассказать То есть, если врач может понять ваши заболевания Это значит, он видит ваши проблемы внутри Он не видит просто симптомы, которые вы чувствуете Он понимает, в чем их природа, в чем их корень И он может их лечить То есть, такому человеку можно доверять Ну, как мой учитель говорил, что важно, чтобы врач видел человека как книгу Тогда он понимает, что нужно обучить, что самое важное Потому что очень часто, когда мы приходим к врачу Мы жалуемся на то, что на самом деле не является важным Ну, к примеру, очень часто я видел Ко мне приходят женщины, у нее там просто ужасный гормональный дисбаланс А ее интересует только то, что у нее там выпадает несколько волос Для нее это самое важное Пожалуйста, решите это, и все остальное будет хорошо То есть, ну, так как, наладив это, она просто уже тогда обращает внимание другого И тогда, ну, у мужчин, где там другие проблемы То есть, вот такое Поэтому иногда мы чувствуем не тут Ну, как бы, так как мы любим себя как-то особенно Мы иногда не совсем адекватно понимаем, что же самое важное в нашем деле Вот Еще вопросы? Да? Просто у меня у мамы очень сильно Пожалуйста, погромче По весне и по осени гулят глости Ну, вот, глостер-голос Вы говорили, что это лечится, ну, дисбаланс ватой, это в первую очередь То есть, это еще и болевые ощущения Это лечится призмами с маслом Как правильно сделать микрокризм? Если по весне и по осени у вас болят суставы, да? И у вас есть остеопороз? Да Понятно? У мамы У мамы есть остеопороз? Так, отлично Потому что для вас еще рано Итак, и что делать? Как правильно делать микрокризм с маслом? Как правильно делать микрокризм с маслом? Вы говорили, что масло надо 70 на 30 развести водой Оно вот сам процедура Да, общая формула такая Но на самом деле, смотрите, надо очень важно подобрать препарат То есть, это не просто клизма там с маслом и с водой На самом деле, правильно отваренные травы Правильно добавленные травы и составляющие в препарат Потом пористость Ее обычно также надо лечить еще препаратами орально То есть, принимать определенные препараты в айрведе Хотя бы вот такой популярный йога-радж Гугул Это тот препарат, который помогает избавиться от этого И еще надо понимать, что если эта пористость связана именно с возрастом переходным То есть, климаксом То тогда надо еще принимать препараты для эндокринности То есть, такой комплекс Чандры, Прабхават, там много То есть, ну, опять-таки, это вот такой вопрос, который лучше на консультации решать Потому что он очень общий И ответ он может быть общий, но на самом деле не относящийся к вашей маме Потому что оказывается, что там все совершенно по-другому Вот так, да Влияют ли наушники на слух? И сколько времени можно слушать таким образом? Влияют ли наушники на слух? Да, вот звук через наушники Вы думаете, энциклопедия по всем вопросам? Или что-то в аюрведической медицине об этом написано Да, там мудрецы написали Что вот наушники такой фирмы, это плохо, а вот это и хорошо Вот, а экран вот такого компьютера плохо А вот Macintosh это самое лучшее, да То есть, они... Вот, но, смотрите, просто какие-то есть исследования о том, что наушники, они увеличивают просто звук Концентрированного в ухо И от этого у многих портится перепонка, да Соответственно, люди становятся хуже Ну, как бы, некоторые люди от этого хуже начинают слышать Это так же, как про мобильные телефоны Вот, с одной стороны, ничего там, он лежит рядом с нами А есть людей, у которых появляются ожоги от мобильных телефонов, да Ну, и мой учитель, он на самом деле всегда говорил, что Никогда не носите там мобильные телефоны на уровне нижней части живота Потому что у мужчин это обычно приведет к бесплодию А у женщин также к стерильности Не знаю, на чем он основывался, просто ему так казалось, по крайней мере Поэтому очень много таких за и против Но, вы знаете, просто есть какие-то мелочи, на которые не стоит обращать внимание Понимаете, я вам скажу больше, что когда вы едете, допустим, в метро подземном, да Вы представляете, что такое в подземном метро пробки Пробки имеются не пробки из людей, а пробки Когда в метро в каком-то этапе ваш мобильный телефон перестает ловить И вдруг через несколько метров поезд выезжает на какое-то пространство Где у всех сразу же включается телефон То есть мы, в принципе, наше тело получает такое количество облучения Что ни с чем это не сравнить Поэтому, знаете, вот если вы там слушаете наушники, где-то, это вообще мелочи жизни просто, поверьте Еще вопросы? Да Что можно посоветовать больным детям с выпадением волос? Что можно посоветовать больным детям с выпадением волос? Ну, наверное, нужно сначала понять, почему же волосы выпадают То есть, к примеру, были ли они где-то в районе облучения какого-то, да? Не было Просто, ну, тогда нужно, то есть, возраст ребенка, надо пойти, может быть, к эндокринологу посмотреть То есть, чем это связано К неврологу, к педиатру просто Потому что здесь очень тоже такое глобальное Почему же волосы выпадают? Бывает так, что я видел нескольких детей, ко мне привозили, которые Вот 6 лет, вроде бы, мама с папой развелись, и у него плохо У него постоянно, так сказать, сжога, постоянно понос И, как бы, вот, выпали как раз волосы Да, то есть, ребенок просто так это понял, и все Это не связано вообще ни с какой болезнью Просто с ситуацией связано Вот И, как бы, поэтому Иногда у ребенка не такая логика в болезни, как у взрослого человека Поэтому надо просто смотреть, что за ситуация в общем Да? При варикозе, то, что в аюрведе советуется Все, конечно, зависит от стадии Но обычно при варикозе в аюрведе рекомендуется массаж кунжутным маслом Как я уже говорил, от таза к стопам Те места, в которых есть сильный варикоз, конечно же, не нужно трогать Но массаж, понимаете, это не всегда подразумевает какое-то сильное натирание Вы можете также поглаживать свою руку Это, в принципе, можно назвать массажем Поэтому вы, если у вашей семьи есть склонность к варикозному расширению вены Или вы понимаете, что сосуды у вас не очень хорошие То чем раньше вы начнете такой массаж, тем лучше Обычно речь идет о том, чтобы делать как минимум 4-5 раз в неделю такой массаж Вы берете небольшое количество масла Это может быть кунжутное, может быть оливковое, может быть кукурузное В зависимости от вашего, скажем так, телосложения, от вашего векрити И вы утром или вечером перед тем, как принимаете душ Массируете, очень аккуратно сначала массируете до колена Обязательно под коленом Потом от колена до ахиллового сухожилия Обязательно вокруг стопы везде Везде, где появляются такие маленькие капиллярчики, вены Вы тоже обязательно массируете Но именно направление от таза к стопам То есть я не путаю, это не классическое направление наоборот И по моим наблюдениям Потому что это как бы одна из таких проблем, которые в России людей интересуют Я просто в Индии очень много наблюдал за индусами и иностранцами Действительно очень хороший эффект Ну и в принципе в России я тоже практикую более 9 лет Могу сказать, что очень хороший эффект на ноги Когда женщина и мужчина массируют именно от таза к стопам Нужно понимать, что варикоз это не только в ногах Это все сосуды Но по крайней мере, так как мы в основном ходим ногами То очень часто у меня самая большая нагрузка И самое большое проявление таких сосудов именно на ногах Масло должно быть обязательно теплым Потому что когда вы массируете себя холодным маслом Вы в первую очередь забиваете поры Ну и создаете другие проблемы От плечей и так далее Да? А как можно вылечить нейросенсорную тугоухость? Как можно вылечить что? Нейросенсорную тугоухость Нейросенсорную тугоухость? Вау! Ну А при этом есть шумы Ну обычно это заболевание связано с ватой души То есть там надо смотреть в каком состоянии находится В первую очередь шейный отдел Есть ли правильный приток и отток жидкости Надо смотреть в принципе на какие-то души То есть как я говорил в основном балансировать вату Я видел несколько раз у людей после Допустим 7-15 процедур Именно таких как басти Клизмы То есть такая проблема уходит Но это не всегда Просто очень важно какие травы там используются в басти Есть определенный набор трав То есть допустим вот я говорил там про препарат дыхания вселенной Препарат радуга Который добавляется в эту клизму И тогда эта проблема уходит Но есть еще также различные закапывания Прием препаратов оральных То есть это надо так глобально к этому подходить Со всех сторон Но в первую очередь это шейный отдел Надо проверить в каком он состоянии Потому что бывает так что у человека Приток жидкости хороший Ток плохой Понижается или увеличивается внутричерепное давление Это само по себе создает такую проблему Вот а как ее продиагностировали и не назвали Иногда это не всегда совпадает с тем что есть на самом деле Вот вы сказали 9 лет практикуете И когда диагностируете Приходит к вам человек уже с хроническими болезнями Вы можете определить как начальную стадию Как накопление И насколько хронические болезни вылечиваете То есть когда человек приходит То есть все слышали вопрос Когда человек приходит Могу ли я определить начальную стадию болезни Не только хроническую Но и начальную стадию болезни И увеличивается ли хронический Ваши практики на сколько То есть смотрите Конечно же я определяю начальную Или какая-то болезнь уже хроническая Нужно понимать что всегда есть определенные возможности Я знаю там около скажем так Около 300 комбинаций различных пульсов То есть различных заболеваний Но дело в том что Это не так сложно Потому что я специально даже сделал курс По пульсовой диагностике На самом деле я здесь как бы раздавал В некотором листовке Он состоит из нескольких ступеней Когда любой специалист Также может этому научиться Потому что есть определенная техника В помощи которой человек может научиться Определять пульс И начало То есть смотрите Начало болезни определить самое легкое Это просто когда дошла вышла в дисбаланс То есть если вы попробуете воспроизвести Все то чему я даже здесь научил Первые два дня Вы уже это будете определять Поверьте Потому что просто не всегда есть уверенность Так как когда я учился пульсовой диагностике У меня был учитель Который в день принимал 300 человек То есть мне было легче Я просто сидел, смотрел, пробовал, спрашивал Когда нету человека Который может показать Это сложно Но в принципе это возможно И определить начало болезни Самое легкое Вопрос определить Насколько она хроническая Насколько ее можно вылечить Это более сложное А как по практике Я думаю Ну смотрите Я как бы Ну скажем так Не люблю просто хвалиться У меня запись на 6 месяцев вперед Соответственно Наверное Людям помогает Я думаю Потому что запись такая есть Да А симптом снять Симптом повышения давления С помощью аэрмеда Можно снять Снять симптом Да Вопрос в том Что можно ли это вылечить Вот в чем вопрос Как снять симптом Ну надо просто смотреть Почему у вас повышается давление Потому что оно может повышаться За счет неправильной работы почек За счет внутричерепного давления За счет остеохондроза шейного отдела То есть вегет сосудистой Очень много проблем Почему оно может повышаться То есть для этого Сначала определить От чего оно повышается И потом его снимать Да, если ко мне придете На квалификацию в Москве Я вам скажу Почему у вас это возникает Но вы также можете сходить Пока вы будете стоять В этой очереди Какому-нибудь специалисту Врачу Который вам также Может быть это скажет Да На кого рассчитан Курс по пульсовой диагностике Для всех желающих Единственное Есть такой минимум С которым вы можете прийти На этот курс Вы должны прочитать книгу Или Васан Тлад Основы аэродической медицины Или Роберт Свобода Прокрити Или же Дэвид Фролли Айрведа и Ум Там просто даются Все необходимые Начальные знания Даже если вы читаете Роберт Свобода Прокрити И Дэвид Фролли Айрведа и Ум То там довольно-таки Глубоко разбирается Айрведа Потому что Есть просто те вопросы Которые я не буду На которые я не буду отвечать Во время этого курса Потому что они не будут Относиться То есть вам нужно Обладать начальными знаниями Вот второй вопрос Нет Это для То есть очень много Врачей придет на этот курс Потому что это то Что вы просто Дома вы можете использовать Для себя и для близких А врачи Они могут это использовать И так как я этот курс Провожу не первый раз Я очень много врачей Обучил То есть за последние 6 лет Моего преподавания В РУДН Ну наверное Более 300 специалистов Которые практикуют пульс И они в своей практике Используют его И рассказывают мне О хороших результатах Вот этот курс Пульсовой диагностики Дается просто сертификат Потому что у меня есть Школа по Айрведе То есть это не курс Который я провожу В РУДН Российском университете Граждан народов Это немножко отдельный курс Вот так Ну смотрите Вы можете без консультации Врача и айрведиста Принимать и трифолу Чан праж Главное понять Зачем вы их принимаете И как они могут вам Вообще в принципе помочь Для очищения Ну дело в том Что ни трифола Ни чан праж Не принимаются Для очищения Мало того Что чан праж Надо всегда принимать После очищения Только Потому что если у вас Есть ама И вы принимаете Чан праж То эта ама Увеличивается Потому что Чан праж Имеет Гуну Это Гуру То есть он такой Тяжелый всегда Поэтому он сложен Для пищеварения Вот А трифола Она не является Лекарством Это какая-то Такая небольшая Пищевая добавка Типа витаминная Вот просто Ну вы пропустили Предыдущие лекции Я там рассказывал Про это Просто у нас в России Трифола была Это первый препарат Который был зарегистрирован Он разрекламирован Как лекарство от всего Но Как я уже рассказывал Что в своей практике В Индии В госпитале Я ни разу не видел Что бы хоть один врач Прописал трифола За исключением Если к ним приезжает Турист Туристом Всем прописывают Трифолы Чан праж Популярная тема Да Ваш вопрос Ну Смотрите Если аденоиды второй степени То есть аденоиды второй степени У ребенка Можно ли вылечить Айрведой Или же нужно вырезать Но Опять-таки Очень важно понять В каком состоянии Вообще находится Иммунитет Да Потому что Я к примеру Как бы банально Это не выглядит Я знаю Несколько бабок В Московской области Которые просто заговаривают А аденоиды В полном смысле этого слова Потому что Я даже несколько детей Посылал Таким бабушкам Они просто заговаривают И у ребенка Никогда больше нет Испаления аденоидов Но Это индивидуально Понимаете То есть надо смотреть Нужно смотреть Там У меня есть такая знакомая Баба Зина Которая Она Уже последние лет 50 Заговаривает Всякие различные Вот Ну то есть Она еще миомы Там заговаривает И так далее И у нее очень хорошо получается Каждое утро Там человек 60 У нее очень стоит Она просто молитвы читает Дает какие-то травы И люди реально приходят Там Через некоторое время Без этой проблемы Поэтому Вот Можно даже Такими этими решить Айурведы Тоже можно решить Просто Это больше такое Как бы оральные Какие-то препараты Какие-то процедуры И так далее Да А вот Представал же Заговоры Это получается Врачин Как бы Своей кармой Воздействует На карму пациента В советской медицине Я видел Очень много врачей Которые головную боль С помощью Молитвы вылечивают И действительно У меня был один дружок У которого была Хроническая мигрень Вот Айурведа помогала Айурведа помогала Вот он пил Как бы Помогала К вечеру Опять мигрень Мы поехали в Тибет И встретили Одного врача Который действительно Просто почитал Буквально Две-три минуты Мантры Этот человек Вот уже повторил За ним И мигрень прошла Ее никогда не было После этого Вот И вопрос Карма ли это Скажем так Врача или нет Я не знаю Я не знаю Это надо У Господа Бога Спросить Это не у меня Да Пожалуйста Погромче вопрос Это лечится С помощью Мармотерапии Это определенное Воздействие На каналы То есть Ну скажем так Это не совсем Иглоукалывание Но это Воздействие На каналы Когда Улучшается Циркуляция Левого и правого Полушария Там есть определенные Методики Но Просто это очень все сложно И так сказать Долго Но такое существует Действительно Я В Индии Был в группе врачей Которые наблюдали Вот Один Из последователей Моего учителя Он Преподавал Мармотерапию У нас была Группа Две группы На самом деле По 30 ребят У которых Ну Проблемы с развитием И речевого И в том что Вот Многие Из них Ну да То есть в основном Это проблема развития Различной стадии И степени Вот Многие из них были С проблемой аутизма Вот И действительно У нас было несколько Психотерапевтов Из Америки И за год Очень хорошие лета То есть дети Вплоть до того Что К примеру Если в начале Ребенок Он в принципе Даже не вставал Ни на кого Не реагировал Но через год Лечения Он мог подойти К холодильнику Сам взять продукт Который он хочет есть То есть для Детей с аутизмом Читается просто прогресс Который может быть Он за всю жизнь Бостиг Вот А проблемы с развитием Тоже есть определенные точки Которые влияют Непосредственно На улучшение каналов Головного мозга Но это целая наука Это надо изучать отдельно Вот Но в принципе Многих родителей У которых Проблемы с детьми С развитием Я обучаю Показываю точку Чтобы они дома Сами делали Потому что на самом деле Важно чтобы это делали И папа и мама Потому что энергия Мужская и женская Работает Да Ну и да и нет Я сам не работаю С заиканием Поэтому не могу сказать Поможет ли этот точек Я не знаю Просто Не имею практики Так Девушка Вон давно У тебя же возраст Разбор Так Злокачественная опухоль Это все-таки Наследственная болезнь Или болезнь Ну вот Как говорили Что бывает Болезнь поступков И настроения Злокачественная опухоль Наследственная ли Это болезнь Или это болезнь И так и так То есть это иногда Человек приобретает сам В зависимости от своих действий Иногда это Наследственная То есть то что Генетически передается И если человек обладает разумом И техниками Предупредите Он это может сделать Если нет Я не лечу злокачественную опухоль Нет Это совершенно точно Я У меня есть несколько пациентов У которых злокачественная опухоль Я просто поддерживаю Их качество жизни Потому что Когда злокачественная опухоль Теряется качество жизни У человека пропадает аппетит И так далее Вот это я могу поддержать Чтобы у человека Был хороший аппетит До какого-то этапа Но я не лечу злокачественную опухоль Это не ко мне Да Причина Босиком ходить не нужно И чистить стопы каждый день Нет А? Или ходить босиком Ну смотрите Это сухость Да Это связано с ватой Обычно делаются Масляные То есть Такое Очень теплое Сильно подогретое масло Делаются такие ванночки На пятке Чтобы масло пропиталось Есть определенные крема Которые пропитывают Ну то есть Надо такой комплекс подойти Самое простое Это каждый день Каждый вечер Делать То есть Не раскаленное масло А такое Сильно подогретое Чтобы вы все равно Могли стоп туда опустись И немножко Две-три минуты держать Может простое кунжутное масло Поделаете На протяжении Двух-трех недель И ситуация точно изменится Или в лучшую Или в худшую сторону В этом утро И сразу Что-то происходит Да Что Айрведа может посоветовать Если человек Хочет бросить курить И не может Смотрите Вы же знаете Что огонь горячий Вы руки не суете Так и в Айрведе Скажем Что пока человек Не захочет сам Ему очень сложно помочь Да То есть В Айрведе Вот так В Айрведе Нет средства Или какой-то сережки Или иголочки Которая помогает Но такая Айрведа Более жестко К этому подходит Если вы хотите Просто пожалуйста Бросайте Но в моей практике Было несколько случаев Притом это ненамеренно Я знаю Что эти препараты Точно не от Привычки к курению Или к алкоголю Люди пили препараты От совершенно других проблем Они приходили Говорят Спасибо большое Вы меня избавили От курения И алкоголя Но это просто Так у них пошло Да Побочный эффект Просто такой был Погромче Вы говорили Гастрит Это Следственный Неправильный питание А гастрит Это что? Нет Неправильный питание Да Так А вот такая больница Геморрой Это в первую очередь Последствия гневливости Внутренней раздражительности Да То есть это потому Что это дисбаланс Питы Это всегда приводит К трещинам Как минимум Вот И когда человек Очень горячий Но потребляет Большое количество Горячих продуктов Большое количество Горячих напитков В том числе Алкоголь И соответственно Совершенно не следует Питанию Это все как бы Такой накопившийся Геморрой И как раз Это та болезнь Которая не появляется Вдруг Неожиданно Она накапливается В организме И когда Вы как бы Далили последнюю каплю Она вдруг проявляется То есть это комплекс Заболевания Связанно чисто С питой доши Которую нужно Успокаивать Да Погромче Пожалуйста Если есть аллергия Летом При цветении Или не обязательно И детом Чертry Трав В течение года Кто может Повториться Если есть аллергия Летом При цветении И это Выражается Поткание Тешение Носу Заложность Носу Связь То есть Я просто понял вопрос Если есть аллергия Летом Что с этим делать Чудать зимой менять климат то есть ну понимаете дело в том что аллергии допустим в ростовской области на нашу краю мир на амброзию то есть как можно ее избежать этой аллергии самое простое это уехать из этой территории на время цветения амброзии но обычно это с осени поэтому с весны до осени вот пить антигистамины наверное или как-то проводить процедуры но не во время обострения аллергии если у вас аллергия круглый год ну надо в первую очередь понять ну что она сдать тесты и наверное избегать этих продуктов так то есть смотрите панч карма она в некоторых случаях помогает от аллергии но не всегда потому что эти выявили в первую очередь это лечение травами травами от аллергии на траву не всегда можно избавиться но возможно очень много хороших гомеопатов который помогают это письме на такой комплекс например у некоторых нет о ли где по молодости а с водородом она появляется действительно то что загрязненность организма появляется с накоплением проблем пусти первую очередь аллергия это когда организм то есть когда иммунная система организма реагирует неадекватно на каких-то раздражитель это как раз то что появляется по мере накопления когда вы Неправильно кушаете, неправильно спите, когда очень много нагрузки, не контролирует свои чувства То есть это как раз такой комплекс Когда это у детишек немножко другое, но у взрослого человека обычно это так И очень часто, когда человек почувствовал только начало вот такой аллергии Очень часто поменяв диету, поменяв образ жизни, эта проблема также уходит То есть вот это развитие, накопление, то, что я себе рассказывал про 6 стадий, оно не происходит дальше Потому что если вы по какой-то причине прозевали вот этот момент, начало проявления симптомов И просто, ну не знаю, там попили пару лет антигистамином То как бы проблема уже глобальная, она серьезно засела в организм И можно ли ее вылечить, не знаю, потому что аллергия это тоже то, что не всегда лечится с помощью трав Но возможно, надо пробовать Да, ваш вопрос У ребенка 5 лет, стул 6-7 раз в сутки Отчего это было? У ребенка 5 лет, стул 6-7 раз в сутки Да Я не знаю от чего, надо его смотреть Ну, обследовали, ничего не нашли? Да Назначают ферменты, назначают смех И опять все повторяется Ну, надо смотреть ребенка Я не знаю Так, сложно сказать Если вы мне его приведете, я посмотрю пользу, то может быть я смогу сказать Пока не знаю Да Болезни бронхиальной астмы в вашей клинике лечат? Бронхиальная астма, если у вас есть бронхиальная астма Лучше всего сразу поехать на панчикарму Это сразу хороший результат Вот Я работаю, конечно, с людьми, у которых бронхиальная астма Но обычно с помощью только препаратов Это долго То есть это препараты, строгая диета, но это долго Иногда 6, иногда 12 месяцев Панчикарму просто быстрое решение проблемы Если человек после этого немножко меняет образ жизни, образ питания То обычно это может даже не возвратиться вообще Да, клинику посоветовать Клинику, если вы мне напишите на почту Я вам пришлю несколько адресов, которые, ну вот я сам был, знаю, что хорошие клиники Но, смотрите, я знаю клиники, в которых не говорят на русском языке Это первое, понимаете, потому что там, где есть представители на русском языке Это обычно раскручена такая коммерческая структура Я туда не езжу, потому что я был в пару Ковалан Вич, допустим Там просто для туристов такая панчикарма Там делают много процедур, но при этом питание совершенно не по панчикарме То есть И я, как с точки зрения специалиста, я знаю пару клиник Туда стоит поехать, но надо ехать с переводчиком Или знать хорошо английский Потому что, ну, если вы придете к врачу и что-то на пальцах начнете показывать Он может вам такие же процедуры сделать И может быть совершенно обратный Потому что я видел очень много людей Которые делали панчикарму в Гуа где-то подешевле И потом, ну, наверное, с одной женщиной я несколько Даже до сих пор еще год уже третий занимаюсь Чтобы восстановить ее пищеварение То есть она как бы сэкономила со мной Но в Москве она платит просто в десятки раз больше Поэтому не всегда дешевая панчикарма – это хорошее Потому что часто, ну, надо смотреть, что в Индии не совсем, скажем так Есть какие-либо стандарты по чистоте Поэтому вас могут положить на массажный стол, где уже лежал человек 10 Вам могут сделать клизму Шприцом, которым тоже уже кто-то делал Поэтому очень много распространения гепатит как минимум и так далее Поэтому, когда вы едете в Индию на панчикарму, лучше не совсем экономить, а подойти к этому более рационально Потому что потом можно всю жизнь за это расплачиваться Да Инурез у детей лечится Еще раз Инурез лечится у детей Не вас слышал Инурез Инурез лечится, лея У детей 13 лет Ну, лечится, в принципе, да Ну, в первую очередь А сколько лет? 13 лет Мальчик? Сколько? 13 лет 13 лет Но в первую очередь у вас папа есть? Есть Папа в первую очередь не должен на него повышать голос Не повышает? Нет, папа родной бросил Что папа? Родной папа бросил Родной папа бросил Это горе Ну, то есть, смотрите Очень часто у детей Это в каком-то из аэрленических текстов написано Я видел много врачей Первая рекомендация, когда У ребенка Инурез Это то, чтобы Особенно папа, если это мальчик Если мама Если девочка, то это мама Никогда не повышали голос на ребенка И всегда проговаривали с ним Что они хотят То есть, все указания ребенка Должны быть не в форме приказа А в форме обсуждения с ним Что вы хотите, чтобы он или она это сделали Потому что Это вот Вы бы так же тоже сделали И так далее, и так далее То есть, и ребенку не хватает внимания От одиночества У него, ну, в первую очередь Расстройство нервной системы Но когда Папа или мама уходят из семьи А то это уже может быть еще и другая проблема Которую надо просто, ну, воздействовать В принципе Психосоматическими Да? То есть, вообще это психосоматическая проблема С точки зрения восточной медицины Так То есть, это не нужно лечить антибиотиками точно Потому что это не поможет Еще вопросы? Да А как можно вылечить синдром Чебера? Ну, это долгая история Синдром Чебера Да, это очень долго Надо смотреть, сколько лет это существует Потому что иногда это нельзя вылечить полностью Но это можно поддерживать с помощью трав Вот Потому что это по-другому все равно никак не лечится Просто иногда Некоторые говорят, что вот в Айрведе все так долго И так далее, и так далее Ну, к примеру, возьмем, допустим Ревматойный А3 Да, который, в принципе, из современной медицины не лечится Ну, конечно же, вам могут поменять суставы Сделать новые Вот Но, допустим, когда человек уже на кресле То есть, его только возят После панч-кармы совершенно точно Человек начинает передвигаться То есть, вот эта плотная структура, которая в суставах Она немножко рассасывается И, может быть, две или три панч-кармы Человек действительно начинает ходить То есть, да, это несколько лет Но если сравнить с тем, что он вообще никогда не будет ходить И несколько лет То это очень быстро Так и здесь То есть, надо смотреть просто, насколько болезнь хроническая И что с ней вообще возможно сделать Да Вот у женщин баррикоз появляется после розов Вот вы говорили, что это один из способов лечения Да, и по-своему Это от таза вниз Массаж делаем А что еще может быть? Ну, пожалуй, еще нужно принимать какие-то препараты Которые улучшают сосуды То есть, вот в Айрведе есть препарат То, что в России зарегистрировано Это дыхание вселенной Он приводит, в принципе, всю вегетсосудистую систему в порядок Дело в том, что просто перед родом и во время беременности Если женщина делает такой массаж То это обычно, ну, снижает такую возможность Большого баррикоза после родов То есть, дело в том, что поэтому в Айрведе существует Подготовка к беременности Правильное проведение беременности И, так сказать, восстановление после родов Да При восстановлении череп Какие рекомендации в лечении Ну, в первую очередь Поддерживать иммунитет Иммунную систему, да? Потому что, как обычно, такие вещи не будут возникать Когда хороший иммунитет Вот, для этого существует такой препарат 5 стихий Он очень хорош для поддержания иммунитета Или вот, ну, препарат, который не зарегистрирован в России Но так или иначе люди его продают Трешун, очень хороший Он противовоспалительный Трешун, трешун, да Вот, это препарат компании Занду Он противовоспалительный Он обычно убирает такие вещи из организма Еще очень хорошо принимать травки, которые чистят печень Чистят поджелудочную Препарат, вот, есть готовый Лиф-52, который в аптеках продается во многих Но, да, и есть еще такой препарат Радуга О компании Просвет Который также гепатопротектор Который влияет на качество крови и иммунитета То есть, здесь комплекс просто трав И можно эту проблему убрать Но, смотрите, дело в том, что я стараюсь вам рассказать В основном методики, которые описаны в древних текстах И я, так сказать, увидел, что другие врачи-армеды Которые занимаются этим долгое время Там, из профессора в институте Они это практикуют То есть, обычно, скажем так Практика врача, она основана на опыте предыдущих врачей Или его личном Дело в том, что логически, да, это вредно То есть, массаж от таза к стопам Но дело в том, что это помогает непосредственно при варикозе Нет, это иногда даже очень глубокие поглаживания От этого еще никому хуже не стало Я не видел пока ни одну женщину, которая от этого стала хуже Из правил какого массажа? Классического, западного массажа, да А в ирведе есть другая техника массажа Которая сказана, что вот такой массаж очень хорошо при варикозе Обычно мудрецы, которые писали эти техники Они перед тем, как записать что-то Они проверяли на десятках людей Работали ли это так И они видели тело немножко по-другому То есть, как человек Ну, как то, что мы называем видящее То есть, они видели тело по-другому И поэтому их техники, они работают по-другому Это не всегда подается логике Но это работает, поэтому это используют в ирведе Вот, да Скажите, какие есть методики для улучшения памяти Средоточиться, внимания Какие есть методики в ирведе Для сосредоточения, для улучшения памяти И что еще? Ну, и внимательность И внимательность Ну, методики в первую очередь это пранаяма Обычно пранаяма, которая балансирует непосредственно вашу душу То, что я рекомендую, это аналома или лома Второе, это концентрация на точке Или концентрация на свече Также это помогает концентрации И третье, это прием препаратов, которые называются Чакшушья Или препараты, которые называются Расайма То есть то, что омолаживает Улучшает Кровообращение И удрацию Без каких-либо побочных То есть это не тоники для тела Там никакие Редбулы, ни в коем случае Это именно такие препараты Есть такой препарат в России зарегистрирован На равноденстве Он очень хорошо для улучшения циркуляции Правого и левого полушария И для улучшения концентрации Я его использую для детей У которых как раз Такое слабое и замедленное развитие Очень хорошие результаты И даю также всем студентам Особенно перед экзаменом Помогает концентрация При этом человек не чувствует никакого перезбуждения Он очень хорошо спит То есть это как бы немножко другая техника воздействия Также есть просто вот отдельные травки брахми То есть здесь продаются Но я не использую обычно отдельные травы Потому что они малоэффективны Вот Такие простые рекомендации Просвет Компания Просвета То есть Вот про все эти препараты Вы можете посмотреть у меня на сайте Айрведа.ру Я там с точки зрения Айрведа Я писал очень глубоко Потому что Дело в том, что В Айрведе на самом деле Подход не с того, из чего состоит препарат А как он воздействует То есть, к примеру В Айрведе есть такое понятие Дипан-пачан И врач Айрведа Или специалист, который разбирается в этом Он понимает, что этот препарат Он помогает дипан усвоению Пачан перевариванию Или, допустим Есть Бруммана Такое качество Это значит, что этот препарат Усиливает силу человека В том числе и его потенцию Поэтому Никакой айрведический врач Не смотрит, что же там в составе Потому что Когда вы принимаете Допустим, куркуму Вы понимаете Она чистит кровь Но когда вы принимаете Куркуму Допустим Брахми Еще какую-то ашваганду Это совершенно другой эффект на тело То есть, это никак не связано Вообще С очищением крови Это просто какой-то третий эффект Потому что там три травы А когда Травы А когда препараты состоят Из 20 или 50 трав То это вообще совершенно другой эффект Поэтому очень важно Еще раз возвращаюсь Смотреть не на состав А именно на написание С точки зрения айрведы Как он работает Тогда вы будете понимать Как На какие системы воздействуют Потому что Основные заболевания Которые мы знаем Из современной медицины В айрведе Это обычно совершенно другие заболевания Совершенно по-другому Они называются Вот Как я говорил Что гастрит в айрведе Это допустим не болезнь Это просто симптом Целого комплексного заболевания В первую очередь Это сразу врач понимает Что человек невнимательный К приему пищи Вот Или допустим язва Это тоже нет Такой отдельной болезни Есть просто комплекс заболеваний В которые язва является Лишь симптомом А лечить надо совершенно другое И так далее Вот Так У нас еще есть несколько минут Давайте Да Пожалуйста Вешу Стоит не подбирать пищу Пожалуйста Погромче Стоит не подбирать пищу По группе крови Кроме Это Барапайл Вы можете подбирать По группе крови Просто это не имеет отношения К айрведе Никакого Да Есть такое понятие Как мязик Когда продула мышку Какие приемы Обычно Какое понятие Мязик Мязик Да Продула мышку Обычно просто терпишь Когда их пройдет Есть ли поюрмени Способы облечить Ну просто Это какое-то Разогревание Прогревание То есть Есть просто Такие препараты Ну как не препараты Крема Как звездочка То что прогревает Промасливание Прогревание Обычно Иногда Прием каких-то препаратов Также для улучшения Муикета И все Да Пожалуйста Погромче Не слышно Вы же Не так положите А вот Я пробую Сегодня Насчитался По поводу Полыни Полыни Пишба Я собираю В августе Перемолачиваю В кофемолке Десять дней А так Опять не Перекурю Смол 10 А вы могли бы Извините Конечно Подойти сюда И спросить То же самое Я просто Совершенно Вот здесь Вот здесь Есть Окошечко Давайте пока Какой-нибудь Другой вопрос Да Речь идет о паразитах Подождите Можно ли Вылечить Пигментные пятна Но это обычно Связано С меланином То есть Это нужно Воздействовать На печень Но в Аэровидических Текстах Сказано Что если Пигментные пятна На губах Или на половых Органов Это не лечится Если просто На лице То может быть Да Надо воздействовать На печень Поджелудочную Есть такой Очень хороший Препарат Аэровидический Ну как Зарегистрированный Как чай Царский Он как раз Специально Для таких проблем Это компания Просвет И такой Препарат Он в виде Гранул Их надо Принимать По пакетик Такой Два грамма Надо принимать Три раза В день На протяжении Двух-трех Месяцев Это как раз Воздействует На Правильное Производство Меланина В организме И часто Влияет на то Что Пигментные пятна Уходят Надо смотреть Да Ваши вопрос Это самостийный Способ борьбы С паразитами Потому что Действительно А Вы могли бы Так что Руки приложить Кальту Потому что Ваши рекомендации Борьбы с паразитами Я например Полынью пробую Мои рекомендации По борьбе с паразитами Да Есть В Ирвиде Очень много препаратов Которые Относятся К группе Кремигна Это то Что выводит Паразитов И соответственно В Индии Так и продаются Препараты Кремигна Они все Выводят Паразитов Вот Хорошо А травы Какие Какие травы Выводят Паразитов Ну Вы знаете Я знаю Допустим Все острые травы Они выводят Паразитов Трешун Препарат Выводит Паразитов Чеснок Он выводит Паразитов То есть Если Вы как бы Не едите его Но для профил Имеется ввиду Когда вы используете Как лекарство Это вот Обычно Как один из вариантов Но трешун Обычно Потому что В трешуне Очень много горечи Это намного Сильнее Чем полынь И он как раз Такой Кремигна То есть Он выводит Так же Но здесь Не растет Трешун Это сбор 64 травы Как минимум Препарат Такой Продается На рыночке Вот Спасибо С помощью панцикармы Можно Да Я видел Что здесь Продается С помощью панцикармы Можно излечить гайморит Можно ли С помощью чего Излечить гайморит Можно ли Излечить гайморит Можно Да Каким образом Прогреванием Можно Закапыванием То есть Убиранием Слизи Из организма Комплексно Надо подходить Мы не прокалыванием Точно Человек Рвется Он потом Вам расскажет Отлично А можно без Подождите Давайте так Я лекцию даю А не вы Поэтому Пожалуйста Ваши рекомендации После моей лекции Еще пожалуйста Последний вопрос Да Что Щитовидная железа Рассказать Что О щитовидной железе О ее функции Или о чем Что полезного Можно для щитовидной железы Чтобы она Что Не росла Или не функционировала Что Я не понял Вопрос А вы не знаете Что спросить Почитайте учебник Анатомии Физиологии Там все Прочитают Я уже Сегодня Рассказывал Про варикоз Несколько раз Если поздно Пришли Пожалуйста В записи Я не повторяю Да Ну вот Смотрите Есть определенные смеси В том числе Включая куркуму Которые Влияют На заживление Вот Но нужно смотреть Будет ли только куркума На это влиять Обычно Еще используется Например Также полынь Пижма В смеси Они очень хорошо Влияют на заживление Ран Иногда А иногда Надо просто Применять Какие-то другие Все зависит От вязкости Крови И так далее И так Большое спасибо К сожалению По времени Мы должны Просто освободить Большое спасибо Харькишне